Приветствую вас! И дело не в том, как понять поведение мужчины, потому что он может и делать это для того, чтобы просто с вами переспать. Он может делать так, потому что робкий, он может делать так, потому что у него дела, потому что у него много времени уходит на его другие заботы какие-то, да. Дело не в этом. Дело в том, что его отношение к вам, собственно говоря, вас не устраивает. И вот это важнее всего, потому что у вас есть определенный минимум внимания, который, по вашему мнению, мужчина должен вам предоставить. Для того, чтобы считаться вашим полноценным бойфрендом, для того, чтобы считаться парой вам и так далее. И молодой человек этого не делает. И причины, по которым он этого не делает, вам непонятны. То есть, можно предполагать, можно гадать, но они вам не истинны. И исходя из этого, нужно сказать так, поскольку мужчина все устраивает, раз он строго дозирует общение с вами, А вас не устраивает, соответственно, вы, как неудовлетворенная сторона, Смотрите прямо и вот спросите, почему ты не уделяешь мне достаточно внимания. И если он скажет вам, объяснит, почему он так себя вел и ведет, если он как-то поменяет свое поведение, то все хорошо. А если его слова вас не убедят, поведение не изменится, то что бы это ни было, вас бы это не устраивает. Ведь если в самом начале мужчина не пытается добиться женщину, то потом будет еще хуже. Вы же это, наверное, сами понимаете. Поэтому думаю, что самым лучшим решением для вас будет спросить его о том, почему он себя так ведет. И если нет никаких увозительных причин для подобного поведения, По вашему мнению, опять-таки, которые в данном случае являются определяющими, потому что это ваша личная жизнь. Да вы можете сказать ему, нет, дорогой, мы с тобой будем только в том случае, если ты будешь вести себя со мной так, Ты бы я чувствовал, что ты действительно мной дрожишь, действительно хочешь со мной быть, что ты искренне ко мне относишься. Потому что если я не буду чувствовать от тебя достойного внимания, Внимание должным образом проявленного ко мне, То, прости, у меня сомнения относительно твоих намерений. А просто так терять с тобой время ради секса я не хочу. И это будет вашим, как бы, проявлением интереса. И мужчина либо отознает то, что он был неправым, И начнет как-то к вам проявлять себя по-другому, В большей степени так, как вам нужно. Или посыпется обвинение, он еще дальше от вас будет отдаляться. Тем самым обозначив свою позицию в том, Что вы ему не особо, в общем-то говоря, нужны. Или и нужны, но только лишь как объект плоской любви, не более того. И вы, поставив его перед выбором, Переложите вот эту вот неопределенность себя на него, Не пытаясь понять причины его поведения, Потому что вы еще не настолько близки. Вы уже сейчас можете сказать, Что ваши интересы не удовлетворяются должным образом, А его удовлетворяются. То есть, его все устраивает, вас не все. И вот это неравноправие. И неравноправие двух людей в личных отношениях на такой ранней стадии, Говорит о том, что, ну, слишком велика вероятность того, Что эти отношения либо закончатся болью и страданием одного человека, Либо вообще ничего не получится. И вот, чтобы ускорить этот процесс, Чтобы вам как можно меньше затратить Своих временных ресурсов, Своих физических ресурсов, Своих эмоциональных и психических ресурсов, Ну, и напоставить его перед выбором. Потому что, пока что сейчас, Вы выполняете мужскую роль. Вы несете мужскую ответственность за, Так сказать, Определение характера и стиля отношений. А эта обязанность лежит на мужчине. И вот, чтобы ввести ситуацию в естественную, нормальную форму, Вам нужно вот эту обязанность Перенести на молодого человека. И тогда он Вам покажет, Как к вам относится. А вы сделаете вывод, И отновываясь на этом выводе, Уже будете строить свое поведение так, Чтобы соответствовать Своим собственным интересам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, Обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, Буду благодарен, Если сделаете его лучше. А что это удача? Удачи! 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 Продолжение следует...